Теперь Украина. Организация Объединенных Наций публикует новый отчет по обстановке в Донбассе. Тональность документа тревожная. А беспокоенность наблюдателей в первую очередь вызывает рост числа жертв, который стал особенно заметен по итогам прошлой недели. Всего за 7 дней 10 погибших и полсотни раненых. Такой всплеск фиксируется впервые с момента февральской встречи Нормандской четверки в Минске и объявления перемирия. Всего же, по данным ООН, с начала и слова операции на Юго-Востоке, то есть с апреля прошлого года, погибли свыше 6 тысяч человек и более 15 тысяч получили ранения. Последняя цифра увеличивается уже после прекращения боев во многом из-за минных полей и неразорвавшихся снарядов. На эту тему в отчете обратили отдельное внимание. Инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, фиксируются практически ежедневно. 25 марта на мине подорвался пассажирский автобус, следовавший из-под контрольного правительства города Авдеевка, Донецкая область, в Горловку. Утверждается, что водитель хотел объехать блокпост украинских войск. Погибли 4 пассажира, все женщины. И еще 19 получили ранения. Кроме того, в Организации объединенных наций предупреждают, что скоро будут вынуждены свернуть часть своих гуманитарных программ в Донецкой и Луганской областях. Из-за резкого сокращения взносов от стран-доноров сейчас в бюджете ООН, на текущий год меньше 20% той суммы, которая необходима для помощи жителям украинского Юго-Востока. В самом Донбассе нуждающихся меньше не становится. Как посчитали в правительстве ДНР, только на ее территории из-за объявленной Киевом экономической блокады не получают пенсии более 1,2 млн человек. Продолжение следует...